Всем привет! Рада вас видеть в первом видео нашего новогоднего марафона ролевых игр Видео будут выходить каждый день, если мы будем набирать необходимое количество лайков Для первого видео этого необходимое количество лайков это 200 Их нужно набрать за сутки, то есть 119.00 4 января Если мы наберем 200 лайков под этим роликом, то уже 4 января в 19-15 выйдет новое видео и так далее с шагом в 200 То есть следующий ролик должен будет набрать 400 лайков, следующий ролик 600, следующий 800 и 1000 соответственно Я уверена в том, что у нас получится 3 ролика подряд Может быть, может быть, даже получится 5 Но я не уверена, давайте попробуем с вами эта амбициозная затея Надеюсь, вы меня поддержите, а сейчас переходим к ролику Здравствуйте Вы на аллергопробу? Да, это всегда Меня зовут Виолетта Сегодня я для вас проведу кожную аллергопробу Присаживайтесь, не волнуйтесь Давайте внесем некоторые данные Ваши фамилии, имя, отчество Ваши фамилии, имя, отчество Ваши фамилии, имя, отчество Дата рождения А в данный момент есть ли у вас обострение какого-либо хронического заболевания? Нет Обострение аллергии в данный момент И принимали ли вы антигистаминные препараты в последнее время? Нет Замечательно Так, ну что Сейчас я вас попрошу поднять рукав, закатать до локтя Освободить руку Если одежда не позволяет, да, если будет слишком туго То разденьтесь до пояса Сядьте поудобнее, сейчас мы с вами приступим Ну что, вы удобно устроились? Угу Ну что, вы удобно устроились? Постарайтесь расслабить вашу руку И положите ее так Чтобы она Чтобы вам было легко Удерживать неподвижное состояние Вашей руки Мы сейчас будем наносить капельки аллергенов Да, вам на руку, на кожу Если вы рукой будете двигать Эти капельки стекут Нам нужно, чтобы они какое-то время были неподвижны Поэтому немножечко подвигайте рукой Постарайтесь найти то положение, да Которое будет для вас идеально комфортным Угу Хорошо Мы очистим вашу кожу С передовой салфеткой С передовой салфеткой Угу Так Дождемся, пока Высохнет И распишем вашу руку Нам нужно будет сделать две зоны контроля И делать аллергенов сегодня у нас будет Угу Так Здесь у нас будет Плюс Здесь минус Соответственно здесь у нас будет в любом случае Проявлена реакция Здесь реакции не должно быть Вовсе Угу Один Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Семь Восемь И девять Угу Угу И для начала Нанесем гистамин Он в любом случае должен вызвать реакцию Угу Одна маленькая Капелька И нанесем физраствор Реакции соответственно на физраствор быть не должно Но она может быть Знаете у людей с гиперчувствительной кожей Реакция может быть На любой Даже самый Незначительный На даже самое незначительное повреждение кожи Да Соответственно это мы должны исключить У нас реакция здесь будет на всех аллергенах Да Собственно контроль Мы нанесли И теперь Все девять аллергенов Маленькие капельки Угу Флакончики у меня пронумерованы Абсолютно так же Как и здесь у вас На руке Так Так Угу Нет-нет-нет, не волнуйтесь Вам не все это время Нужно будет сидеть вот так неподвижно Сейчас Буквально Пару минут Угу Четвертый Все верно Угу Угу Пятый Угу 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 Шестой Аллерген Нет, я вам сейчас по памяти не расскажу Какой из них Какой аллерген Потом уже когда реакция будет видна Конечно же вам сразу Все расскажу А потом уже Так, седьмой А потом уже с этими результатами Вы пойдете к вашему аллергологу Угу И он вам назначит лечение Так Восьмой аллерген Угу Девят Угу Отлично Сейчас Чтобы реакция пошла Мне нужно немножечко травмировать ваши кожные покровы Совсем чуть-чуть В верхних слоях Ну и соответственно на тесте Так У нас есть вот такой маленький инструментик Да И сначала там где гистамин Угу Угу Сделаем прокольчик И там где И там где Физрастворчик Угу Так Первый аллерген Да Я легонечко прокалываю кожу В зоне капельки Угу Угу Второй Третий Третий Четвертый Пятый Шестой Шестой Седьмой Восьмой И девятый. Теперь нам необходимо подождать 15 минут. Нам пока не произойдет реакция. Но уже сейчас я могу эти капельки удалить. Так, аккуратно, чтобы ничего не смазать. Аккуратно прикладываю салфетку. Сейчас можете отдохнуть. Так, время прошло. Давайте я посмотрю. Ну, реакция есть. Так, контроль у нас тоже реакция. Да, все хорошо. Там, где у нас был гистамин, папула образовалась. А, соответственно, где физраствор. А здесь ничего нет. Я возьму такую прозрачную линейку, с помощью которой я буду измерять размеры папул. Там, где они у нас образовались. Так, ну смотрите. В зоне первого аллергена у нас ничего нет. Это была домашняя пыль. Так, вторая. Немножечко так буду крутить вашу руку, чтобы подсеркнуло хорошо. Так, беру подушки. Тоже реакции нет. Так, третья аллергена. Шерсть кошки. Так, здесь есть реакция. Шерсть собаки. У нас получается 6 миллиметров. Угу. Так, четвертый. Шерсть собаки. Угу. Так, сантиметр. Пятый. Тополынь. Тополынь. Тоже маленькое, но есть. 4 миллиметра. Далее шестое. Ольха. Ничего нет. Хорошо. Седьмое. Это у нас коровье молоко. Ну еще, тоже нет. Чисто. Восьмое. Это белок куриного яйца. Угу. Тоже ничего нет. И девятое, это гречневая крупа. А здесь есть папулка, получается 12 миллиметров. Соответственно, с этими данными... А, да, я вам дам эту карточку запомненную. И, соответственно, сейчас быстренько внесём данные в компьютер. Эту карту я дам вам на руки. Ну, я так понимаю, аллерголог, к которому вы ходите у нас в больнице, да? Да, но у него будут в компьютере. Да, я сейчас всё в сеть вобью. Так, а сейчас давайте удалим всё с вашей кожи. Не расстраивайтесь ни в коем случае. Вам аллерголог пропишет специальную аллергенспецифическую иммунотерапию. Угу. Угу. Всё, можете одеваться. Угу. Угу. Посидите, пожалуйста. Я сейчас быстро внесу данные. Так, и отпущу вас. Продолжение следует... Продолжение следует...